Всем привет! Сегодня поговорим о новом недорогом смартфоне Idle P40. Телефон может похвастаться отличным внешним видом, большим экраном и хорошей автономностью. И все это дешевле 7000 рублей. Я пользуюсь им в качестве своего основного смартфона несколько недель. Вы на канале CityLink, меня зовут Олег, рассказываю, что из этого получилось. Поставляется P40 в яркой коробке, на которой обозначены его характеристики и важные фишки, вроде наличия того же NFC. Внутри, кроме смартфона, лежит прозрачный пластиковый чехол, пленка на экран, скрепка для извлечения с сим-карты, документация, USB кабель, а также зарядный блок на 18 Вт. Комплект по нынешним временам отличный, но хотелось бы, чтобы пленку клеили сразу же с завода. У меня не получилось ровно наклеить, и поэтому немного попало пыли. В общем, как наклеил, так сразу и оторвал. Не могу сказать, что тут и используется за стекло, но за время тестов царапин не появилось. Я бы посоветовал просто аккуратно приклеить защитную пленку и не заморачиваться на этот счет. Выглядит ITAL P40 отлично. Задняя крышка сделана из пластика и имеет шероховатую поверхность, которая приятна на ощупь. Поэтому я не пользовался чехлом, чтобы не терять эти приятные ощущения. Верхняя часть крышки с блоком камер и отпечатком пальца выведена в отдельный прямоугольник из зеркального пластика. Дизайнерски все выглядит шикарно, но эта поверхность собирает на себе все отпечатки пальцев. Да и царапины на глянцевом пластике заметнее. P40 выпускается в трех цветах. Черным, как у нас, хотя я бы назвал его скорее темно-синим, небесно-голубым и очень жизнерадостным желтым. При этом во всех трех вариантах глянцевая часть всегда будет одного цвета. Усилия дизайнеров Айтел не прошли даром. Выглядит он дороже, чем есть на самом деле. Ради эксперимента показывал его друзьям и спросил, сколько такой телефон может стоить. Все выставляли ему ценник в 20-30 тысяч рублей. Сборка добротная, ничего не скрипит и не шатается. Смартфон не маленький, но форма корпуса удачная. Держать в руке его удобно. Сканер отпечатка находится рядом с блоком камер. Для меня это расположение удобно. Когда застаю смартфон из кармана, палец сразу же ложится на сканер. Срабатывает почти всегда четко, за редким исключением. Разблокировки происходят с небольшой задержкой. Но для смартфона, который стоит чуть больше 6 тысяч, это сложно назвать недостатком. Лоток сим-карты расположен слева, а все кнопки справа. Верхняя грань пустует, а на нижней есть аудиоразъем, динамик, микрофон и немного расстраивающий порт microUSB. Это в 2023 году немного печалит. Если все остальные гаджеты в доме работают через USB Type-C, то будет неудобно. Придется всегда иметь под рукой отдельный кабель для смартфона. P40 оснащила IPS-экраном диагональю 6,6 дюйма и разрешением 720 на 1612 пикселей. Плотность пикселей получилась на уровне 267 ppi. Если начать с матрицы, то спокойно можно увидеть пиксели. Но в повседневной спойле я на это сильно не обращал внимания. А вот на что обращал внимания, так это на малый запас по яркости. Приходилось постоянно ходить с выставленной яркостью на 100%. По привычке я включал темную тему, но честно для этого телефона я советую использовать белую, так как при прямых солнечных лучах на ней хоть что-то будет видно. Автояркость P40 не завезли, зато есть датчик приближения, который хорошо работает. В дополнение к обычной разблокировке есть разблокировка по лицу. Чуть менее безопасная, но по ощущениям работает быстрее, нежели сканер отпечатка. Так как в настройках можно поставить, что при взятии телефона в руки он пробуждается, считывает при этом ваше лицо, сразу же разблокируется. В большинстве случаев это удобнее. Звук в телефоне оказался посредственным. Листать тиктоки с шорса в ютубе можно, но громкость до максимума лучше не доводить. Все считают это полезной фишкой для ноутбука, но мне нравится, что можно быстро переключить трек в плеере или вкладку в браузе, или нажать какую-то кнопку на экране. Он теряет свою четкость и становится неприятно пиксклявым. Idle P40 работает на восьмиядерном 28-нм процессоре начального уровня от Unisoc SC9863A. Чип не особо новый, он был представлен в 2018 году. У него два блока ядер Cortex-A55. Четыре работают на частое 1600 МГц, и еще четыре работают на чуть меньшее 1200 МГц. Последнее задействует при небольшой нагрузке. За графику отвечает EMG PowerVR GE8322. Встроенной памяти 128 ГБ, что для такой цены огромный плюс. А вот с оперативной все не так просто. На коробке красуется крупная надпись 8 ГБ, а более мелким шрифтом в скобочках указано 4 плюс 4. Подразумевается, что оперативную память можно расширить за счет части объема на накопителе, которая намного медленнее, чем оперативная память. По ощущениям, Idle P40 тоже не ведет себя, как смартфон с 8 ГБ оперативки. И через какое-то время он выгружает приложение из памяти. В бенчмарке Antutu смартфон набрал 105 тысяч баллов. Если отключить расширение памяти, то результаты немного падают. Вместо 105-106 до 100-102 тысяч. По стресс-тестам видно, что процессор не тротает и не греется. Но если посмотреть на один из тестов, есть три просадки. Это мне написали сообщение в ВК и в телегу. Вот так резко он проседает при этом. Заметно это не только в тестах, но и при простом использовании. Даже просто в самой оболочке. И как раз переходим к ней. P40 работает под управлением специальной версии Android 12 Go. Для недорогих смартфонов. С фирменной оболочкой Idle OS. Впрочем, дополнений относительно чистого андроида в ней немного. Поэтому перегружать систему не должно. Облегченный андроид поддерживает не все приложения. Например, тот же Genshin установить не получилось. Ни через Play Market, ни даже через APK-файл. Да и вообще, то, что это не самый мощный смартфон, чувствуется. Иногда при запуске приложений приходится подождать, пока оно прогрузится. Иначе приходится наблюдать на просадку кадров при прокрутке страницы. Не обошлось и без багов. Иногда на экране появляется непонятная рябь, когда нажимаешь на какую-нибудь кнопку или сообщение. Камера порой не сохраняет снимки, хотя по анимации кажется, что все нормально. И разок смартфон полностью зависал, когда я долго листал ленту в ТикТок. Вот такой баг поймал. Оп, все, перезагружаемся. В остальном делаю скидку на цену. Я пользовался им каждый день и особо не парился. Из доступных игр я вспомнил, что есть Subway Surf. И прекрасно кайфовал, бегая в нее каждый день. Емкость аккумулятора ITIL P40 внушительные 6000 мА. Использовал я его со 100% яркостью, так как датчика нет, а экран тускловато. И при включенных всех передачах данных. Bluetooth, Wi-Fi и мобильный интернет. В общем, ни в чем себя не ограничивал. При повседневном использовании в загруженные дни работы, когда нет особого времени сидеть за телефоном. Он у меня проживал с 7 утра одного дня до 9 вечера следующего. Но при более плотном использовании получалось прожить просто до конца дня с 20% заряда. Что довольно неплохо. 6-8 часов экрана. Если брать частности, то час просмотра ютуба съест 8% заряда. А полчасика игры с Subway Surfers отбавит у вас 7% заряда. Столько же по заряду потратится, если полчасика смотреть тикток. После этого восполнить заряд до 100% от комплектного плачка можно будет за 2 часа. Итл P40 получил двойную основную камеру. 13-мегапиксельный главный модуль и вторая камера, которая не совсем понятна зачем нужна. Я попробовал все режимы в приложении и у меня так и не получил заставить ее включиться. На сайте производителя и в инструкции упоминаний на этот счет тоже нет. Так что фактически камера одна. За селфи отвечает 5-мегапиксельный модуль без автофокса. При хорошем освещении Итл P40 снимает неплохо. Когда начинаешь увеличивать фото, становится видно, что детализации все-таки не хватает. Про ночные фотки и говорить не стоит, там смазав и шумов полно. В обычном режиме он работает совместно с искусственным интеллектом AE, который сам определяет, что вы снимаете, текст, цветы животных. Также сам может подрубить режим HDR. Но что мне не понравилось, он иногда берет и покручивает цвета на фото. А иногда может не попасть по экспозиции и сделать фото более темным. Так что тут или следить за этим более внимательно, или перейти в режим HDR. Там фото получаются более стабильными по качеству. Немного смутил портретный режим. По идее он должен фокусироваться на объекте, а все остальное замыливать. Но сделав три фото в портретном, в обычном плюс AE и HDR, разницу я увидел только в цвете. Зон только цифровой. Есть двукратный и четырехкратный. Естественно, ожидать чего-то из этого не стоит. На четырехкратном вообще трава превратилась в кашицу. Тем не менее, я скорее удивлен в положительном смысле возможности фотографии на этом телефоне. На нем можно получить неплохие снимки. За ночной режим отвечает приглушенный свет. И с погрешностью на возможности телефона он работает. Вот в сравнении с обычным режимом фотки более четкие. Настолько это возможно. На селфи модуль без автофокуса снимать не очень сподручно. Иногда попадаешь в размаз, а иногда в пересвет. Не очень хорошо, но что прикольно, есть портретный режим, который неплохо обводит контур. Максимальное разрешение видео для обеих камер в Full HD в 30 кадров. Айтл P40 умеет быстро подбирать баланс белого, но иногда теряет фокус, когда объект далековато. В целом, пойдет. Так, записи на фронталочку. Да, ну, типа, ок. Ширина, конечно, не очень большая. Лоток для сим Айтл установили в P40 полноценный тройной. Так что можно не только поставить две сим-карты, но и расширить память телефона карты microSD. Со связью проблем не было. Как в городе, так и самое приятное за ним. Причем, на удивление, у меня на даче P40 связь ловит куда лучше, чем мой Note 9. А вот что бесило, так это то, что я пропускал звонки, потому что привык ходить с выключенным звуком и использовал только вибрацию. Ладно, допустим, только когда смартфон в кармане, джинс, можно пропустить звонок. Но я не чувствую вибрации, даже когда он лежит у меня на столе. Сильно удивился, когда брал его в руки, а там уже два пропущенных. При этом, например, при наборе текста виброотклик работает нормально. Из приятного наличия NFC, а это оплата карты через Мирпэй. Поэтому я оплачивал все через телефон, как и раньше, никаких проблем ни в магазинах, ни в любимой кофейне. Расстроил немного Wi-Fi. Он тут только 2,4 ГГц. Скачивать тяжелые игрушки будет дольше в сравнении с 5 ГГц сетью. Ну и Bluetooth версии 4.2. Да, не новые, но работает стабильно. ITIL P40 это, можно сказать, удивительное устройство за свои деньги. У него крутейший дизайн, благодаря которому телефон выглядит куда дороже, чем есть на самом деле. Он отлично лежит в руке и приятен на ощупь. А еще вы всегда уверены, что он доживет до конца дня, благодаря своей большой батареи. Разумеется, чтобы сохранить доступную стоимость, пришлось пойти на компромиссы, вроде процессора начального уровня, слабых камер и экран с небольшим разрешением. Есть и более неприятные моменты, вроде софтовых багов, но надеюсь, что их поправят в ближайших патчах. Эта модель хорошо подает как для пожилых людей, так и наоборот для детей. Его не так жалко будет разбить или потерять. В то же время на нем можно поиграть в Roblox, смотреть тиктоки и переписываться в мессенджерах. А это хороший вариант в качестве второго смартфона, если нужна недорогая и выносливая модель, например, для работы. А как вам, P40? Взяли бы вы такой, когда требуется удобный недорогой смартфон? Или вы предпочли какой-то другой аппарат? Пишите ваши комментарии ниже, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет только интереснее. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok